Жили в соседнем доме. Видели, что все строится. Видели, что все хорошо. У нее ключи от всех дверей. Екатерина Назарова – местный смотритель домов на улице Новоастраханская. В подъездах ориентируется даже без света. По ее словам, стройка встала уже давно. В последний раз рабочих здесь видели. Полгода назад. В отчаянии, думаю, что не судьба нам подожить, видимо. Полтора года назад Екатерина вложилась в строительство этого дома. Миллион семьсот тысяч рублей. Все сбережения, которые были у ее семьи. Трешку обещали еще прошлой зимой. Вместо этого Екатерина продолжает снимать квартиру. За пятнадцать тысяч в месяц. У нас многие люди, мы общаемся уже между собой. Ипотеки платят, квартиры снимают. И детей много тут, как бы в этом доме планировалось. Некоторые, ну, все печально очень, конечно. Тяжело говорить, что наворачиваются на глазах, потому что жить на самом деле уже негде. СОС Путина эта надпись здесь появилась накануне. Сделали ее обманутые дольщики. Для наглядности использовали розовую краску. Правда, в Кремле это послание пока не комментируют. Жилой комплекс на Новоастраханской возводила компания Алексея Абасова. Бизнесмен сейчас под арестом. Его обвиняют в мошенничестве. Всего потерпевшими по делу проходит восемьсот дольщиков. Люди ждут квартиры в нескольких недостроенных домах. У нас сейчас задача перед министерством стоит, чтобы найти финансовую модель для реализации каждого из объектов. И, еще раз говорю, ситуация очень тяжелая. Существует тем, что, во-первых, нет застройщика абсолютно, ни с кем, никакого аппарата для общения у нас нет. Компания их не существует. И ту информацию, которую мы получаем, мы смотрим укропленное количество застройки. И не арестовое отношение, какие свободные площади остались. Всего в стране порядка 50 тысяч обманутых дольщиков. Три с половиной тысячи из них – жители нашего региона. По словам экспертов, в России 10 проблемных городов. Саратов – один из них. В областном центре более 40 долгостроев.